МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Директор студии Юниголд Ольга Малинина и педагог по актерскому мастерству, сурдопереводчик, вас даже, да, еще можно назвать, Марина Ухмакова. Здрасте, еще раз. Здравствуйте. Ну вот, практически завершен, на завершающем финальном этапе сейчас находится фильм, над которым большой достаточно коллектив работал. Фильм называется «Любовь, понятная без слов», такое чудесное название. Ольга, к вам, наверное, вопрос. Расскажите, да, чья идея, как подбирались артисты и что это за артисты, потому что не совсем они обычные, они удивительные. Ну, вообще, идея родилась совершенно неожиданно. Мы со сценаристом Павлом Богдановым думали о сценарии для фильма, который можно было бы выставлять на кинофестивале. И он предложил, говорит, а давайте снимем в жанре немовое кино. Сейчас все очень много говорят, и этот жанр, он забыт, а в принципе интересный жанр. Возродить бы хотелось. Возродить, да. Вот. И мне эта идея тоже понравилась. И пришла сразу вторая идея. Я думаю, что если снимать немое кино, то почему бы не снимать с детьми, которые не могут говорить, слабослышащие дети, которые не могут говорить. Вот. И эта идея как-то всем сразу показалась очень интересной. Вот. И мы вот обратились в школу, коррекционную школу для слабослышащих детей. Вот. Предложили им поучаствовать в таком проекте. Вот. Ну и идея, соответственно, была воспринята тоже. Марина, когда дети узнали о том, что вот будет такое кино сниматься, какое-то там среди них, у них оживление произошло, много было желающих? Ну, во-первых, надо рассказать о том, как Ольга вообще пришла. Меня вызвали в кабинет директора. Сидит Ольга такая вся улыбчивая, радостная, так захлёб рассказывает про свою идею. Мы загружены там весна, по-моему, март был, по-моему, да, Оль? Да, мы, да. Мы загружены там третьей четвертью учебными процессами какими-то. И вот, значит, с директором смотрим на Олю. Счастливый человек, такая живая, такая вот улыбающаяся с идеей. Ну, надо так надо. Ну, если человек так радуется, почему бы не поддержать? Ну, назначили день, когда был кастинг, наверное, или предкастинг, скорее всего, наверное, был так. Ну, кинопроба. Кинопроба, да. Ну, ребята, конечно, оживились. Им всё интересно, они всё хватают, как бы всё берут от жизни, стараются. Поскольку ребят, которые приняли в кастинге участие, они не слышат. Ольга говорит слабослышащие, но это потому, что она с ними уже общается. Они для неё вот абсолютно нормальные люди. Люди как будто и слышат, и говорят, но это ребята все, которые учатся в нашей четвёртой школе, они не слышат. Но достаточно адаптированные, они по несколько лет уже занимаются и в театре моды, и в театре жестовой песни, где я художественный руководитель. То есть они занимаются по программе и актёрского мастерства. Они восприняли, конечно, с радостью. Сколько всего ребят в итоге приняло участие в фильме? Ну, у нас, скажем так, четыре главных актёра, пять даже, наверное, пять получается. Несколько эпизодических героев есть, и масса людей, которые в массовке снимались. Наверное, вся школа. Вся школа, которая в это время была, вот в день съёмок мы влавливали так детей в коридорах, вовлекали их в этот процесс. Потому что, когда снимается игровой фильм, там нет неуправляемого процесса. То есть когда кто-то просто сам по себе ходит. Даже когда показывается массовка, и дети вроде бы в бронском таком движении где-то двигаются по коридорам или на улице, это абсолютно выверенная траектория. То есть им всем объяснили, с какого момента, по какой траектории, куда они идут, что в этот момент делают. Поэтому даже массовка, это всё равно актёрская игра. То есть все дети были в этот процесс вовлечены, получили своё задание, чётко знали то, что они делают в кадре. И по команде выполняли всё то, что от них требовал режиссёр. Слушайте, ну здорово. Вот по поводу выполняли команды и так далее. Марин, первоначально с режиссёром, режиссёр же не знает языка жестов, не знал, во всяком случае, на начальном этапе. Как происходило вот это взаимодействие, сотрудничество? То есть он вам поставил задачу, которую нужно поставить ребятам, и вы им уже объясняли с помощью жестов. Да, я так думаю, сам процесс вовлечения был несколько затянутый долгим, потому что действительно люди, которые снимали фильм, они не общались с неслышащими никогда. Но я так думаю, что никогда. Никогда. Потому что они пытались мне донести, вот донеси до них вот такую вот эту идею. Я всё понимаю, но надо знать психологию человека, который не слышит. Надо знать психологию подростка, который не слышит. То есть как вот этому объяснить, чтобы он выдал конечный результат именно тот, который нужен тебе. И вот этим связующим звеном я была поначалу. Но потом сами операторская группа, режиссёр Эдуардов, они так вовлеклись, что, в принципе, я уже некоторые моменты вообще не присутствовала, потому что они уже понимали с полузгляда. Там, ты смотри на меня, там, я тебе махну, топну, там, стукну, там, или что. То есть настолько они вот в контакте работали, в тесном, я, честно говоря, была поражена, насколько вот... Было приятно просто смотреть, вот человек слышит, человек не слышит, и как они контактируют друг с другом и в короткое время. Это было здорово. Такой ещё вопрос. Вот привыкли в основном большинство людей, да, мы думаем, что кино, а там можно снимать только на больших каких-то киностудиях, Мосфильм, там, Ленфильм, да, какие-то такие вещи. Пусть не полнометражный, да, 20 минут хронометраж общего от этого игрового фильма, но, тем не менее, оказывается, и в провинции тоже можно снимать кино. Можно? Как это трудоёмко? Можно, можно, да. В принципе, процесс сложный и трудоёмкий, но мы вот этим занимаемся уже три года. Наш главный режиссёр Габидуллин Эдуард снимает эти фильмы. Мы специализируемся именно на детском кино, работаем с детьми, вот. Вот, и здесь момент сложный с разных сторон, да, и момент взаимодействия именно с детьми, вот, как правильно с ними работать, потому что с детьми гораздо сложнее работать, чем со взрослыми, и тем более, чем с профессиональными актёрами. Дети, даже если они занимались театральной студией, это всё равно короткий срок обучения, это непрофессиональные актёры, вот. Ну и, конечно, много технических составляющих сложных и трудоёмких, из которых состоит съёмки фильма. Ну вот мы в течение трёх лет это всё нарабатываем и приобретаем технику необходимую, чтобы делать качественное кино и делать именно хорошо сам процесс съёмок, чтобы с режиссёрской точки зрения это было хорошо, чтобы это было хорошо с точки зрения уже монтажа самого непосредственно. Поэтому вот за три года работы у нас достаточно большой опыт мы приобрели и большое количество материала отсняли. То есть у нас сейчас на сегодняшний момент порядка двухсот короткометражных фильмов снятых детских, но они хронометражом от трёх до семи минут вот такие вот фильмы. Два полнометражных фильма мы сняли. Ну и вот этот вот опыт, он был, конечно, совершенно необычным и в нём пришлось проявить все те навыки, которые были наработаны, потому что это вдвойне сложнее, чем работать со слышащими детьми. Даже вот по времени, затраченным на съёмки, то есть это действительно в два раза больше как раз времени у нас ушло на съёмки вот этого фильма, чем когда мы работаем со слышащими детьми. Ну, ребята, так как сами? Вот какие у них впечатления? Что они говорят? Какие вот? Я не знаю, мне кажется, что для них это тоже колоссальный опыт какой-то, и это и вопрос социализирования в обществе. Они себя в новом качестве в каком-то, да, попробовали? Ну, да, они вообще под впечатлением, мне кажется, ещё долго будут и, наверное, на всю жизнь запомнят это. Ну, во-первых, это требовалось от них какой-то ответственности. Многим ребятам нельзя было там уже стричься, потому что снимали уже ближе к последнему звонку. Ну, да, стрижку менять нельзя, там, брови красить уже нельзя, ногти там это нельзя, будь в таком образе, образ сохраняй. Вот это самопожертвование, в принципе, знаете, хочу сказать, что люди немного потребительско к себе относятся, и чтобы от себя что-то дать, вот для них это было, наверное, мужество даже какое-то, чтобы, вот, да, ради фильма я не буду красить там ногти, там, брови, там, какие-то подводить к последнему звонку, а я так готовилась к этому празднику, 11 лет я ждала этого, касаемо Лены Сорокиной, например, да, которая главную роль играла. Кстати, можно сказать, да, про продолжение? Да, конечно, очень любопытный момент, что девочка, да. Сейчас расскажу про Лену Сорокину, она снималась тоже там в главной роли, она играла умняшку, роль умняшки, вот, и она до этого много лет, она с третьего класса занималась, и хореографией, там, и театре моды, и жестовой песней занималась, и она, как бы, планировала, что, скорее всего, она пойдет вот в область культуры себя, свяжется этим. А вот фильм этот непосредственно подтолкнул ее, знаете, таким указателем, там, тебе туда. В Москве есть специализированная академия культуры и искусства, где обучают неслышащих по специальности театр кино, актер театра и кино. И вот, и она туда уехала поступать, и буквально вчера нам позвонили, что она успешно поступила на подготовительные курсы, то есть там тоже своеобразный отбор, потому что со всей страны приезжают ребята, вот, это, как бы, победа. И она очень счастлива и рада, благодарит всех, звонила, мама ее говорила, ну, спасибо вам, вы все такие прям, ну, здорово, что вы ее просто подтолкнули к этому. Это ее жизнь, будущее, и мы, вот, такая вот, наверное, роль в ее судьбе. Слушай, ну, это хорошая отправная точка, да, уже в портфолио такое иметь. Да, 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 смелость такая вот должна быть, вот, она приобретается в таких проектах, когда человеку нужно в мир выходить совершенно другой, вот, потому что они привыкают все-таки в своей школе, что их там все понимают, что все, как бы, знают, как с ними общаться. А здесь, когда никого рядом не было из сурдопереводчиков, нам приходилось с ними общаться и жестами, и что-то мы там писали, чтобы уж до конца понять все нюансы, вот. И это очень такой интересный опыт для них был. Хотела еще вернуться к названию, название, вот, прям, у меня прям душа лежит к нему, «Любовь понятная без слов», да, понятно, речь идет о том, что без слов понятно, понятно, почему понятно, сейчас тоже обсудим этот момент. Но хотелось вот что, у нас на этой неделе как раз прошел прекрасный праздник, День семьи любви и верности, тоже все с любовью связано, вот, поэтому, насколько, на ваш взгляд, отражена любовь вот в данном фильме, да, там какие-то любовные, видимо, истории, да, что-то такое есть? Вот, ну, этот фильм о том, как зарождается любовь, и о том, что нельзя использовать в любви какой-то обман, нельзя что-то там химичить, какие-то махинации здесь проводить, что любовь, она тогда любовь, когда она абсолютно искренняя. И любовь, она не выражается в словах, она не выражается в каких-то, ну, внешних наносных вещах, да, она только через действия может быть проявлены, которые совершенно однозначно говорят, что вот эта любовь, вот, ради любви человек готов чем-то пожертвовать, он готов все сделать для любимого человека, совершить поступок. Ну, вот, на этой такой искренней ноте предлагаю посмотреть небольшой сюжет, как в городе отмечался день семьи, любви и верности, давайте посмотрим его. Счастье летит! Игорь и Олеся Роговы познакомились меньше года назад, современная романтика, через интернет. С первой встречи молодые люди были так очарованы друг другом, что сразу стали жить вместе. И вот в сопровождении кортежа из мотоциклов пара прибыла на праздник, в честь Дня Семьи, Любви и Верности. Искренне верят, что заключение союза в этот день будет способствовать процветанию их семьи. Если все хорошее, почему бы не верить? Главное, что хорошо, главное, что неплохо. Нет, самое. Праздник не зря праздник, наверное, так и было. Почетные гости праздника Нина Яковлевна и Григорий Федорович Лаврентьевы. Супруги уже 58 лет вместе. Прошли войну, нажили детей, внуков и даже правнуков. С молодыми делятся секретом семейного счастья. Обидел кто-то что-то, не так слово сказал. Ну, подойди и скажи, прости меня, престаразик. Ты обязательно просях. Значит, уже конфликт весь ликвидируем. Опять-таки будут поцелуи, самые лучшие будут жены, самые лучшие мужья. Началом доброй традиции стало появление среди молодоженов пар, которые в этот день совершили помолвку. И объявили о своем искреннем желании связать себя узами брака. Очень хорошая, мне кажется, заложена сейчас традиция. И ведь, на самом деле, мы как-то потеряли смысл жениха и невесты, правда? Вот теперь появилась такая точка отсчета, можно сказать, официальная. Подали заявление в ЗАГС, все, они помолвились, они считаются женихом и невестой. Здорово. Праздник этот у нас приживается, это наш российский праздник. И мне очень приятно, что люди его чувствуют, его понимают. И что у нас в Российской Федерации появился наш всеми любимый праздник, День семьи, любви и верности, который носит такое светлое название. На площади славы в празднике, посвященном Дню Святых Петра и Февронии, приняли участие 12 пар. Всего в этот день в Самарской области больше 400 пар зарегистрировали свои отношения. Марин, ну вот к слову о семьях, о создании семьи. По вашей практике, не слышащие ребята, они предпочитают вот между собой создавать семьи? Или практика совершенно различная, и семьи создаются, и там долго живут? Нет, ну в основном, конечно, между собой они встречаются. Кстати, вот фестивали, какие-то творческие мероприятия, которые организовывают для них, как раз этому очень даже способствуют, потому что я знаю очень много семейных пар, которые именно встретились на каком-то фестивале. Даже они могут быть из разных городов, эти ребята. Ну, вполне очень счастливо живут, и довольно практично к этому вопросу подходят, продуманно. Очень много семей, которые живут долго. В городе у нас есть какие-то вот системы поддержки ребят, пока они подростки, когда они уже становятся взрослыми людьми? Ну, во-первых, это школы сами непосредственно, где учатся ребята с недостатками слуха. Потом это общественная организация Всероссийского общества глухих, наше Самарское региональное отделение. Там очень много программ, которые работают в этом направлении. То есть там и психологи работают, и переводчики, и жестовый язык. Ну, то есть очень много всего делается. И сурдоцентр существует, который очень тоже много программ проводит, всякого рода социальной поддержки. Все очень много сейчас делается для них. Оль, а реальные истории любви на съемочной площадке случались? Это же в мировой практике нередко случилось. Там шарамуры какие-то. Ну, вот они-то, в общем-то, друг друга хорошо знают, и у них там уже свои отношения как-то выстроены. Но что мне было приятно наблюдать, они очень трепетно друг к другу относятся. Потому что, так как они не слышат, у них это все идет через жесты, через прикосновения, через какие-то там вот поглаживания. То есть вот я вот это вот наблюдала, и так вот мне это было просто приятно за этим наблюдать, что вот так они бережно к друг другу относятся, поддерживают друг друга. Но уж какие у них там отношения внутри, вот это уже их собственная история. – Хотела вот еще такой момент уточнить. Вот ребята, они еще молодые совсем, да? Это какого? Старший школьный возраст, да? – Да, да, да. – 16-17 лет. – Вот помимо этой девочки одной, которая поступила уже, кто-то еще, может быть, кто-то доктором хотел стать, а после съемок воодушевился и решил в артисты пойти. Или как вот у них жизнь изменилась? – Нет, я думаю, что многие, хоть, наверное, где-то там в душе, я так предполагаю, что они думали, а вот не пойти ли мне в артисты? Вот я пойду в токаре, вот хотел, а теперь, наверное, все-таки пойду в артисты. У меня же так хорошо получается, потому что, в принципе, атмосфера на площадке была настолько создана успешности. Они вот чувствовали себя комфортно, действительно, они чувствовали, что они молодцы, их хвалили там где-то, что-то, ну, переснимали, конечно. Но все равно вот это настолько было доброжелательно, что, да, вот, возможно, некоторые где-то что-то там разом помутнело, звездная болезнь где-то там заиграла. Ну, нет, я думаю, что это, скорее всего, останется у них доброй, светлой памятью, опытом. Хочу сказать, что некоторые ребята просто реально раскрылись, стали более открытыми и просто вот в общении, более смелыми. Ну, как-то все равно это им очень помогло. Вот это, то есть какая-то зажатость была вот у некоторых ребят. И тут они вот после съемок стали заметно просто как-то свободнее. Не знаю, вошли в роль, которую им предложили по фильму. Не знаю, просто у них это и было заложено, просто они как-то где-то скованы были. А вот это вот, ну, необычный опыт, конечно, для них очень необычный. Я думаю, им повезло здорово. Они, наверное, тоже очень ждут осени, да, когда фильм уже будет полностью смонтирован, и его можно будет, ну, хотя бы лично в кулуарах там где-то посмотреть. Где мы еще, помимо, конечно, телеканала «Самара ГИС», мы сможем его увидеть? И какова дальше судьба, фестивальная судьба, дальнейшая жизнь фильма? Ну, вообще этот фильм мы покажем, я думаю, по многим телеканалам. Телеканалам, и думаю, что и самарские телеканалы захотят его показать, и на федеральном уровне мы его обязательно покажем. И есть каналы, которые как раз для неслышащих людей, есть каналы, которые для людей с ограниченными возможностями в разных сферах существуют. Специализированный телеканал, обязательно и таким телеканалам мы этот фильм предоставим. Вот, ну, и я думаю, что у него будет достаточно такой широкий спектр показа на кинофестивалях различных, потому что он снят таким образом, что поначалу зритель и не подозревает, что это неслышащие дети, что у них есть вообще какие-то ограничения, да, потому что он снят как бездиалоговое кино на начальном этапе. То есть кажется, что так и задумано. Да, да, то есть есть такой жанр в кино, бездиалоговое кино, когда все понятно без слов. Ведь кинофильм — это визуальное искусство, слова — это дополнение. А в принципе основное является именно визуальные образы, движения, все, что можно показать через образы. Поэтому он будет такой музыкальный. То есть сейчас вот мы уже отдали композитору музыку писать, то есть вся музыка будет оригинальна, она будет сопровождать весь визуальный ряд. И зритель будет просто смотреть этот фильм, который понятен без слов. И только в конце мы специально сделали один небольшой диалог, когда главные герои объясняются друг с другом на языке жестов, чтобы зрители поняли, что, кстати, эти дети не могли ничего сказать. И что это вот артисты у нас такие вот необычные. Ну, благодаря вам у нас теперь есть небольшие фрагменты о том, как снималось это кино, кино о том, как снималось кино. И нашему зрителю мы тоже можем его показать. Небольшой фрагмент смотрим. Смотрим туда и проходим туда. Сейчас? Просто проходите и все. Сейчас уже идти? Не, не, я не скажу по моей команде. Просто пайл дюрти. Так. Да, да, да. Ясно, да? А ты наверху. Чего на него смотреть, да? Эх, вы прокинь. Он так и показывает. Нет, потасовывать не нужно. Да, да, да. Вот, вот так. Только глазами. Вот там и минуты ничего не нужно. А то средний фальц смешится. Да. Так. Давайте. Приготовились. Камера. Есть. Внимание. Камера. Есть. Большой. На меня. Не смотри. На меня. Не смотри. Очень режиссер эмоциональный тоже размахивает с руками. Как там и был. Я смотрю, смеялись много. Были, да, забавные какие-то комичные случаи, о которых вот приятно сейчас вспомнить? Какие-то шутки рождались, может быть? Ну, это постоянно, потому что кто-то чего-то недопонял, не так сделал. Это все показывается. И вот Эдуард, он показывал им все гиперболически, да, вот, неоднократно. Они это все вот ловят, они это все вот впитывают. Вот. И, конечно, все время где-то кто-то ошибся, где-то что-то не так сделал. Вот. И после этого и смех, естественно, и было, в общем-то, очень так приятно на съемочной площадке. И смех он всегда присутствовал, потому что, в принципе, мы хотели сделать этот фильм комедийным, вот, изначально. Но потом решили побольше все-таки добавить в него смыслов каких-то, какую-то вот более серьезную нотку добавить. Но все равно элементы какие-то комедийные мы оставили, вот, когда там пирожок он у девочки изо рта забирает, когда там она рот открыла. Кстати, про пирожок. Я вспомнила случай, когда, значит, Саша Вербицкий играл главную роль, и тут про пирожок. Так, Оля сбегала в магазин, купила там четыре пирожка, и вот, значит, Эдуард говорит, не ешь ты, только вот репетируй, что ты ешь пирожок. И тут, значит, вдруг он поворачивается, и Саша доедает пирожок. А потому что снимали целый день, уже все хотят есть. Саша такой, все такие смотрят, ах, тебе повезло, ты пирожок съел. Вот тоже, кстати, это же съемочный процесс, это же не короткая история, да, это же целый день, ты там, на одном и том же месте, выполняешь команду режиссера. Не было таких, ну, ребята ничего, не психовали, не говорили, что, а, да, ну, у вас с вашим кино, я в футбол пошел играть. Ну, психовать они не психовали, уходить они не уходили. То, что уставали, это да, особенно первый съемочный день. Вот Вась у нас тогда прям очень устал, он прям так переживал по поводу съемок, что его выбрали на главную роль, вот, и он так это, так ответственно к этому подходил. И прям мы вот снимали где-то с 10 часов до 6, он прям уже очень устал. Мы поняли, что его больше уже снимать нельзя, нужно его отпустить, вот. А дальше мы продолжали снимать следующие сцены с теми детьми, которые, может быть, в первых сценах не участвовали, кто там пришел попозже. У нас съемочные дни были очень длинные, 10, иногда 12 часов. Прямо как у взрослых. Это однозначно, как у взрослых, то есть мы их сразу предупреждали. У нас вообще на съемочном дне все дети даже маленькие, вот, они знают, что мы снимаем долго, нужно к этому быть готовы. Они приходят на съемку, всегда предупреждаем с едой, с питьем, с игрушками какими-то, ну, особенно маленьким. Вот, но эти-то ребята уже все-таки взрослые, поэтому они были к этому готовы. А когда снимаешь в подвале, вообще непонятно, день или ночь, что-то снимаешь, время уже полодинства, о, кошмар. Хорошо еще, что у них это школа-интернат, и они там, их там и кормят, они там и спят на ночь, остаются, потому что, если кто-то не занят в это время в съемках, у них есть место, где они могут отдыхать, где они спокойно находятся, могут там и перекусить, чай попить. Ну, и потом регулярно там обед, ужин, все, они ушли, пришли, вот, и мы снимаем дальше. Еще последний, наверное, уже по времени успеем только момент обсудить, о социальной значимости, социальной нагрузке, да, вот этого фильма, что это не просто там, это не коммерческая история, это не такая развлекаловка, да, в кавычках. Это социально значимая история, это кино с такой серьезной социальной нагрузкой. Администрация поддержала, да, городская, насколько я знаю? Да, да, вот, наконец-то, впервые один из наших проектов был поддержан городской администрацией, нашим департаментом культуры, вот, и действительно им очень понравилась эта идея, что снимаются неслышащие дети, потому что такого, в России сейчас фактически не снимаются такие фильмы, вот. Вот, и когда вот, мы уже начали снимать этот проект, когда я пришла на защиту Гранта и вот эту вот идею принесла туда, вот, то, что мы бы, конечно, делали в любом случае этот фильм, вот эта вот идея, она была для нас интересна, были бы у нас у него деньги, не были бы у нас деньги, мы бы все равно его делали, мы уже начали его делать. Вот, то, что нас поддержали, это прям вот очень здорово, вот, потому что это кино, это очень затратное, на самом деле, мероприятие, вот, и без поддержки это делалось бы, конечно, гораздо дольше, гораздо медленнее, там, свободные какие-то часы, не знаю, насколько бы это растянулось. А сейчас вот мы уже смогли, в принципе, пригласить монтажера, чтобы нам смонтировали этот фильм, черновой монтаж готов, и там уже остались нюансы и музыка, и все это, все это очень затратно, когда пишется оригинальная музыка. Вот, поэтому это здорово, что наконец-то нас поддержали, тем более, что мы много проектов подавали на гранты, но как-то все время это считалось, что не так значимо. А вот то, что это снимаются не слышащие дети, что, потому что у них и финансов на это нет, ну, и мы, в принципе, фонды различные подавали эту идею, но не поддержали фонды. И благодаря поддержке нашей администрации этот фильм, я надеюсь, получится успешным и удачным. Спасибо вам огромное, что пришли, наше время, к сожалению, заканчивается, и со зрителям я прощаюсь до следующей пятницы, проведите выходные с пользой, с удовольствием. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok